Добрый вечер, уважаемые телезрители! Мы начинаем свою работу в прямом эфире. Мы сегодня в нашей студии заведующей отделением профилактики Видновской районной больницы Лариса Владимировна Соловьёва. Здравствуйте. Лариса Владимировна, я думаю, кто сейчас нас смотрит, наверняка многие вас узнают, потому что вы принимаете в поликлинике, вы врач-терапевт, но ещё вы и заведующая отделением профилактики. Насколько вы считаете в своей жизни, в своей работе важной именно эту сторону своей деятельности? Значит, профилактика в настоящее время должна сыграть большую роль, потому что люди находятся в состоянии постоянного стресса, перекусывают на ходу, ведут малоподвижный образ жизни, не занимаются никакой физической нагрузкой. В результате у основной массы населения повышено артериальное давление, повышена цифра холестерина, и от этого страдает сердечно-сосудистая система, как фактор риска выхода на инвалидность, риск сердечно-сосудистой смерти ранней. А в общем-то организм человека настроен на достаточно долгую жизнь. И в структуре, по данным ВОЗ, надо отметить, что от качества жизни самого человека является основной частью активного долголетия. На втором месте идет наследственность, экологическая среда, и только на последнем месте система здравоохранения. Поэтому, в общем-то, здоровый образ жизни и активное долголетие поддержания здоровья человека находятся в его руках. То есть вы сами за здоровый образ жизни? Да, конечно. А как вы это пытаетесь донести до своих пациентов? Значит, надо отметить, что пациенты, в общем-то, должны вести активный образ жизни. В частности, рекомендуется и уже начинать достаточно с раннего возраста и интересоваться и измерять цифры своего артериального давления. Но с какого возраста давление стоит измерять поголовно, так скажем? Это так не скажешь, потому что в зависимости от наследственности бывают злокачественные формы гипертонии, которые уже проявляются с раннего возраста. И в 20 лет могут повышаться цифры давления даже раньше. Поэтому, ну, как бы, в общем-то, наследственность у кого отягощена по гипертонической болезни и другим факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, рекомендуется, конечно, и давление измерять, и знать уровень цифр холестерина своей крови, хотя бы раз в год измерять холестерин при нормальных цифрах. У нас такой анализ можно сделать, да? Он бесплатно делается? Естественно, да. На сегодняшний день все анализы бесплатные. Значит, также рекомендуется, ну, периодически, вот хотя бы, мы сейчас речь ведем о диспансеризации, во время диспансеризации проводить ряд других исследований, измерения кардиограммы. Вот холестерин и липидный спектр в понятие холестерина входит не только, ну, сам холестерин, а холестерин делится на липпротеиды высокой и низкой плотности, то есть хорошие и плохие. Например, содержание липпротеида высокой плотности – это положительный момент, он как бы уменьшает риск развития атеросклероза, а липпротеиды высокой плотности, извините, наоборот, способствует отложению холестерина в клеточной стенке и сужению просвета сосудов и риск развития инфаркта, инсульта. Ну вот, следить за своим здоровьем, прислушиваться к своему организму, что еще можно, вот, как здоровый образ жизни, как еще можно вести? Здоровый образ жизни включает, прежде всего, вопросы питания. Значит, нашему организму необходимо где-то 30 мл воды на килограмм веса. В сутки? В сутки на килограмм веса. И зависит от условий труда, чем занимается человек. В общем-то, вода играет большую роль. При этом вода должна употребляться либо бутылированной, либо, если из трубопровода, то обязательно кипяченой, потому что в ней содержится много примесей, химических веществ, соли тяжелых металлов, которые впоследствии вызывают необратимые хронические заболевания. Также большое внимание надо уделять пище, которую мы едим. В частности, в общем, макаронные изделия должны быть из муки твердого помола, соответственно, которые даже способствуют снижению веса в рациональном питании. Нет, и макаронные изделия, они бывают из сортов пшеницы твердых сортов и мягких. Вот надо употреблять пищу твердых сортов и не использовать макаронные изделия как гарнир, а как самостоятельный продукт, например, с овощами. Дальше хлеб должен быть из муки твердого помола. Необходимо разнообразить свой пищевой рацион рыбы. И рыба должна быть либо вот треска, очень полезная рыба, потому что она содержит не только питательные вещества, а белки, которые в более легкоусвояемой форме, чем в мясе белки, а также содержит и аминокислоты, которые препятствуют отложению склеротических бляшек, и таким образом влияют на сердечно-сосудистую систему. Также в составе питательных веществ должна быть рыба благородная, красная, форель, которая содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которая также препятствует отложению холестерина и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В рационе не рекомендуется мясо жирное, в частности свинина, а рекомендуется мясо говядина, белое мясо типа кролика, индейки, оно более полезно. Фасоль содержит и высококачественные белки, и плюс аминокислоты, которые тоже препятствуют склеротическим изменениям. В рационе должны присутствовать овощи, овощи, содержащие клетчатку. Овощи, содержащие клетчатку, вот в частности, вот хочу сказать несколько слов о капусте. Вот капуста, по вашему мнению, вся ли капуста полезна? И капуста, которая находится в супе, и капуста, которая, в общем-то, свежеприготовлена в салате. Ваше мнение, одинаково ли они полезны? Ну, я, например, люблю очень по выходным борщи, поэтому, конечно, она у нас в варенном виде присутствует. Я вообще люблю капусту в разных видах, да, и считаю, что она, в общем-то, полезна. Даже жареную, несмотря на то, что она жареная, всё равно вкусно. Мне также нравятся вот виды капусты, которые на брокколи, да, потом цветная капуста, ведь они же тоже полезны. Но я думаю, что всё-таки вот как, я просто тоже человек-то читающий, поэтому я знаю, что свежая капуста в ней того же витамина С гораздо больше, чем, например, просто в витамине С. Всё правильно. В лимонии, например. Свежая капуста, она более полезна в плане того, что она содержит клетчатку. Если взять вот капусту, которая из супа, и помять её в руке, она будет, ну, скользкая. А капуста, которая в салате, она содержит клетчатку. Клетчатка способствует нормализации функций кишечника, способствует выведению продуктов обмена, которые зашлаковывает организм. Клетчатка также содержится в свежих овощах и фруктах, которые, ну, не обработаны. Поэтому, в общем-то, в общем-то, необходимо разнообразить рацион и свежими фруктами, овощами, растительные масла. Не рекомендуется жир тугоплавкий, и уже давно отошли от уменьшения количества сливочного масла, всяких маргаринов. Рекомендуется более физиологичное масло, растительное, в частности, кукурузное, льняное масло. Полезны отруби, хлеб, отруби, каша овсяная, опять же, по утрам полезна. Значит, также я хочу отметить, что, вот, например, человек в современном обществе питается в фастфудах, потому что некогда, просто потому что некогда. Быстро приготовляется пища, она не полезна. И вот для того, чтобы и утолить жаж, утолить голод, и для того, чтобы получить питательные вещества и зарядиться энергией, рекомендуется иметь с собой сухофрукты, которые полезны и вкусны, орехи, рекомендуется. А вот, кстати, когда лучше сухофрукты, между, в перерывах между едой или всё-таки как бы в догонку после еды, там, например, как десерт к чаю? Нет, рекомендуется в перерывах между едой. Как дополнительный приём пищи? Как дополнительный приём пищи, потому что даже, вот, например, яблоко, если его рекомендуется, ну, к примеру, или любой другой фрукт, рекомендуется есть в перерывах между едой как дополнительный приём пищи, потому что если, например, съесть тоже яблоко после приёма пищи, то она будет вызывать процессы брожения, вздутие живота, что не очень комфортно. А вот, например, если взять преимущество сырых фруктов и овощей и тушеных и вареных, какие лучше все-таки для организма, для нашего? Ну, это еще зависит от состояния здоровья человека. Конечно, надо проконсультироваться с врачом. Если у человека, например, даже язвенные болезни, то ему и капуста особо не рекомендуется. Если, например, язвенные болезни, любые заболевания желудочно-кишечного тракта, желчекаменной болезни, холецистит, панкреатит, то есть тогда уже диета надо как-то согласовывать с врачом. Также хочу отметить молочно-кислые продукты. Цельное молоко, жирное, оно калорийное и особо тоже не рекомендуется. Оно годится для грудного вскармливания. Ну, говорят же, что в животном мире взрослые особи не питаются. Да, 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 они питаются молоком. Рекомендуется молочно-кислые продукты. Йогурты, которые содержат полезные бактерии, которые способствуют перевариванию пищи в кишечнике. Рекомендуется молочно-кислые продукты, которые имеют маленький срок хранения годности. Они более полезны. Вот если взять те же самые кефиры, говорят, вот, например, до трех дней он способствует, как бы, если проблемы со стулом, например, да, то лучше брать такие кефиры. Да, более свежие. Более свежие, да. Да, ну и да, да, правильно. Это правильно, это так и есть. Просто я пытаюсь с вашей, как бы, профессиональной точки зрения узнать те вещи, которые я где-то слышала, да, и, как бы, уточнить. Всё, да, всё правильно, всё правильно. Соль не рекомендуется. Ну, это все знают, что ограничение количества соли, потому что соль способствует задержке воды в организме, а особо при сердечно-сосуде, так заболевание, это отёки, это нагрузка на сердечную мышцу, поэтому соль можно заменять, например, морской капустой, там, соком лимона, другими какими-то пряностями, типа чеснока. Ну, вот вообще, а специи, они так же, как и соль, вот, любят некоторые прям специи много, или они не влияют? Вот. Ну, специи, например, там, вот, перец тот же, да, побольше перца, там, побольше каких-то, там, не знаю, какие-то сейчас, куркума, там, ещё что-то, много с этих названий. Да, всё, опять же, зависит от состояния желудочно-кишечного тракта. То есть, лучше, если проконсультировать своего врача, если вдруг что-то беспокоит, то лучше. Вообще, насколько заболевание желудочно-кишечного тракта, это вот такой момент, который стоит обратить внимание, скажем, мы сейчас же говорим о питании, о правильном, да? Как понять, что что-то не так с организмом? Ну, соответственно, клинические симптомы развиваются, это отрыжка, тошнота, горечь бывает во рту. Ну, даже вот на сегодняшний день очень много таких больных, у которых, например, першение в горле, немотивированный кашель, особо вот, когда они ложатся спать, это вот надо проверить на предмет патологии желудочно-кишечного тракта, на предмет рефлюкса изофагита. В общем-то, пациенты обращаются к лор-врачу, к терапевту, к гастроэнтерологу, находится причина, и это достаточно излечивается. Здоровый образ жизни, это также, наверное, еще и движение, вроде это не медицинская сторона, но все-таки наверняка вы советуете и больше двигаться вашим пациентам. Да, получается, опять же, в нашей ситуации, когда в основном люди офисные работники, когда человек сидит где-то 5 часов и больше, развивается гиподинамия. Гиподинамия приводит к повреждению и сердечно-сосудистой системы, и системы дыхания, и человек уже, ему лишние движения вызывают и отдышку, и затруднения, и всякие дискомфортные состояния. И поэтому дозированная физическая нагрузка, она обязательно должна присутствовать, потому что вот даже утренняя зарядка должна взбодрить организм, вечерняя зарядка должна организм расслабить и приготовить его ко сну, чтобы ночью был отдых. Значит, гиподинамия, она приводит, конечно, вот ряду сердечно-сосудистых заболеваний, повреждения многих органов и систем, и поэтому, в общем-то, существуют разные виды физической нагрузки. Это самые, конечно, полезные, это аэробные нагрузки, когда человек, это и ходьба пешком, нормальным темпом, и вот еще такая метода есть, ходьба то быстрее, то медленнее, тоже полезно адаптирует как бы организм. Также, ну, может быть, чуть-чуть бег трусой, когда позволяет здоровье. Физическая нагрузка может проявляться так же аэробными физическими упражнениями, это там поднятие тяжести, также всякие сейчас виды физических упражнений гимнастики, как пилатес и другие. В общем-то, это все полезно, это приносит и удовольствие, повышает тренированность всех мышц, сердечной мышцы, и впоследствии помогает противостоять стрессу, когда вот такое случается. Потому что нетренированный организм, он не может противостоять стрессу, и случаются инфаркты, инсульты. А когда у человека есть резерв и запас прочности, то он способен и противостоять повышенной нагрузке. Лариса Владимировна, вы сказали о том, что много сейчас народу, ведущий офисный образ жизни, да, то есть сидячая работа. Помню времена, когда на заводах и вообще в организациях были вот эти физкультминутки, ходили специальные инструкторы, которые занимались этой физкультурой на рабочих местах. У нас, к сожалению, вряд ли, наверное, сейчас такое сохранилось, может быть, где-то и есть, но вот я не знаю в нашем городе о таком. Вот ваши советы. Как часто нужно встать, просто размяться, может быть, потянуться, я не знаю, тем людям, которые сидят весь день за работой? Значит, этим людям рекомендуется, во-первых, не ездить на лифте, ходить пешком по лестнице, рекомендуется периодически встать и даже вокруг рабочего стула обойти несколько раз. Рекомендуется, если ездит на машине, рекомендуется поставить машину подальше от офиса и пройти пешком квартал. Вот, ну, использовать всякие возможные моменты, потому что, в общем-то, это и заряд бодрости, и здоровья. Все это вот влияет, да, каждое малейшее движение лишнее уже как спасение, да? Да, да, избыточная масса тела. Да, избыточная масса тела. Это, к сожалению, наверное, многому знакомы эти слова, и они могут отнести их к себе. Как определить, избыточная ли масса тела у человека? Ну, существует такая таблица и шкала, по которой определяется индекс массы тела. Он рассчитывается из-за веса тела, веса и роста. И, соответственно, там существует граница нормального, избыточного веса и ожирения. Я хочу в этом ключе остановиться на такой проблеме. В основном, в общем-то, ожирением страдают мужчины, у которых ожирение идет по типу груши, когда жир откладывается в районе верхней груди, живота, и у женщин ожирение идет по типу яблок. Это когда жир откладывается в районе живота и бедер. Значит, ну, менее опасен ожирение у женщин, потому что, в общем-то, избыток жира откладывается, ну, копится, с ним надо бороться. При этом, значит, жирный, вот этот жир вырабатывает даже гормоны, которые вызывают повышение аппетита. И как бы запускается снежный ком, когда, в общем-то, человек все время хочется есть и растет ожирение. Становиться можно. Да, и практически остановиться можно силой воли. Снижение в рационе, даже если на 100 килокалорий в день снижать количество потребляемой пищи, то за год можно, в общем-то, на 5 килограмм похудеть и наоборот. Рационально, конечно, в месяц худеть где-то на 400-500 грамм, ограничивая себя в еде. Ну, в какой еде? Вот сладкого можно ограничить. В то же время насыщение у нас происходит через 20 минут после начала приема пищи. Соответственно, если есть медленно, не торопясь, то мы успеем ощутить насыщение и выйти из-за стола. А когда уже выходишь из-за стола, как следует поев, и когда уже там сонливость после этого возникает, то это уже говорит о том, что мы переели. Лариса Владимировна, я предлагаю посмотреть сюжет как раз на эту тему. Мы его сняли буквально вчера, общались с профессиональным доктором, который нам, в общем-то, рассказал о том, что вот этот доктор в сюжете, в нашем, он против всяческих диет. Слово диета не приемлет. Конечно. Давайте посмотрим сюжет и продолжим разговор. Продолжение следует... Вариантов сбросить лишний вес есть много. Это и диета, и спорт, или и то, и другое вместе. Но на чем остановиться, чтобы было и действенно, и на здоровье не сказалось? За ответом на этот вопрос мы отправимся к докторам. Марина Сырова – врач-эндокринолог. Чаще ей приходится сталкиваться уже с последствиями неправильного похудения. Недомогание, утомляемость, выпадение волос, ломкость ногтей – все эти симптомы, они говорят о недостаточном питании и количестве поступаемых витаминов, нужных минералов в организм. Похудение включает в себя сбалансированное питание плюс физические нагрузки. Можно сколько угодно себя терзать строгими диетами, эффект окажется минимальным. А то и вовсе после резкого похудения можно набрать больше, чем было. Важно придерживаться пословицы «завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу». Рекомендуем в большинстве случаев исключать легкоусвояемые углеводы. Питание должно быть частым до каждые 3-4 часа. Порции должны быть небольшими. Рекомендуем употреблять достаточное количество жидкости – до 1,5-2 литров. Обязательно завтракать. Многие ошибаются, считая, что питаясь исключительно растительной пищей, можно снизить вес. В тех же яблоках и бананах содержится большое количество калорий. Их желательно есть в первой половине дня. Также и с сухофруктами. Рекомендуем употреблять в первой половине дня, преимущественно до 4-х часов. Не в основные приемы пищи – фрукты. Потому что они также способствуют увеличению массы тела. В разные времена существовали свои эталоны красоты. Вспомните эпоху Возрождения или времена королев Виктории, когда идеальной была фигура песочной часы. Другое дело – здоровье, которое дает отсутствие лишнего веса. Но опять же, без дружбы со спортом сложно быть в хорошей форме. А потому девизом нынешней весны пусть будут слова – здоровое питание плюс движение. Татьяна Брылова, Данил Свидерский, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Вы согласны с таким девизом – здоровое питание и движение? Конечно, конечно. На самом деле, Вы как относитесь сами к диетам? Тоже против категоричной? Или всё-таки диета – это правильная диета, как-то может помочь? Конечно, я за рациональное питание, без всяких диет. Потому что, в общем-то, сбалансированное питание, прежде всего, диета всё-таки имеет какую-то одну направленность. Какие диеты были? Белковые, они дают нагрузку на почки, к примеру, белковая диета. Имеет всё-таки какую-то узкую тему диета. А рациональное сбалансированное питание, оно, конечно, гарантирует успех. Ну, а вот если всё-таки хочется действительно похудеть, да, весна, и женщины, правда, вот они хотят выглядеть красиво, затратив при этом минимум, наверное, сил, как вам поступать? Ну, к весне, конечно, не похудеть. Худеть надо равномерно, чтобы закрепить результаты. Поэтому вот так мы, как с вами, обсудили, что рациональное питание, здоровый образ жизни, непременно ходьба должна присутствовать, спокойный сон. Сон обязательно должен быть в достаточном количестве. Даже вот некоторые авторы рекомендуют не только 8 часов, а сколько нужно организму отдыхать. И как бы вот интересный такой момент, вот, например, лень. Что такое лень? С одной стороны, лень можно рассудить, если, например, человек, ну, много работает, устает, это у него не лень, ему надо отдыхать. Другой момент, если люди не работают и, ну, не хотят ничего делать, ленятся, это в самом деле лень. А есть люди, которые, в общем-то, от недостатка воспитания, это у них, в общем-то, в самом деле настоящая лень. Поэтому обязательно надо отдыхать для того, чтобы, это тоже влияет на вес, нарушается эндокринная система, когда человек недостаточно отдыхает. Значит, и дальше, в общем-то, стрессы, стрессы тоже влияют на образ жизни, потому что многие люди заедают, стрессы, впадают в депрессию, когда ничего не хочется. Особо если это постоянно, длительно непроходящий стресс. Стресс может быть от радостного события, например, рождения ребенка. Или, например... Он тогда положительно влияет на организм? Это влияет, и человек, в общем-то, в хорошем состоянии уходит от этого стресса. И в то же время стресс может быть, так как вот актуально, например, от потери работы. Если этот стресс затянется, то человек может уйти в депрессию. Тогда нужно, в общем-то, какие-то воздействия. Какие воздействия? Ну, нужно принять это как данность и жить с этим, с одной стороны. В общем-то, так как, если ты вдруг не можешь ничего изменить по данному вопросу, то просто это надо принять как данность. С другой стороны, нужно не уходить в себя. Обязательно общение с родственниками, друзьями должно присутствовать. Опять же, заняться не в таком смысле спортом, а проводить больше времени на природе. Вести правильный образ жизни, и тогда, в общем-то, и стресс как-то разрешится с минимальными потерями для организма. К вам приходят и с этими вопросами тоже? Ну, дело в том, вот, хочу сказать, сегодня у нас, например, в поликлинике проходил день здоровья, который посвящен психическому здоровью. У нас принимает доктор-психотерапевт, он психиатр, нарколог и психотерапевт. Ведет прием Масла Виктора Алексеевича, к которому на самом деле очень многие ходят. Он помогает им реально. У него и гипноз, и беседы. И если терапевт не может вот за свои отведенные минуты вникнуть в проблему человека со стрессом, то он, как специалист, докапывается до тонкости души и, в общем-то, положительно решает данные проблемы. Поэтому вот весной, когда вот рекомендуется к нему сходить, у кого есть проблемы. А почему именно весной? Весной идет истощение организма, в общем-то. Осенью организм отдохнувший, получил достаточное количество витаминов. Длительность, продолжительность дня влияет же на организм. Ну, в общем-то, весной человек более-менее как бы сохранен. А весной истощение идет организм, в том числе и нервной системы. И поэтому у человека и нервные срывы идут, и поэтому весной как бы... Вот если весной решить, ну не то, что начать все с чистого листа, но все-таки начать какое-то обновление себя, обновление организма своего, что вы бы посоветовали? Что бросить, может быть, что-то, наоборот, принять? Я, наверное, посоветую пройти диспансеризацию, кто еще не успел это сделать, потому что оценить вообще состояние своего здоровья на данный момент, посмотреть, все ли достаточно сбалансировано работает, потому что диспансеризация – это комплекс мероприятий, направленный на установление здоровых ли человек. Тоже как профилактика? Как профилактика, да. И потом, если есть какие-то отклонения, обратить на это внимание, проконсультироваться со специалистом и уже на этом фоне принимать какие-то дальнейшие меры. Потому что, в общем-то, в зависимости от возрастной группы диспансеризация проводится в разных объемах. Молодому человеку там меньший объем, более старшим возрастным группам другой объем обследований, который, в общем-то, тонко выверен и рекомендован. На первом этапе диспансеризации человек проходит текущие обследования, тут и кровь, и тот же вот анализ кровяных холестерин, и тоже измерение тартериального давления, кардиограмма, к тому, кому необходимо УЗИ брюшной полости. Женщинам проводят обследование на онкоцитологии, маммографии. В результате диспансеризации выявляются и онкологические заболевания, это и рак молочной железы, и рак шейки матки, и так как и смотрим, и брюшную полость, и находятся метастазы, и рак почек, как первично выявляется при диспансеризации. Даже вот некоторые приходят на диспансеризацию, не зная, что у них желчекаменной болезни, и даже в процессе, закончив диспансеризацию, оперируются и удаляют желчные пузыри, холецистектомию, потому что, в общем-то, жалобы-то у них есть, как мы с вами обсудили, различные диспептические явления, и, может быть, и сухость, и горечь во рту, и тяжесть в правом подреберье. Ну, так как занятость, и некогда, и неохота, а по диспансеризации необходимо все пройти в назначенном объеме, а если есть еще дополнительные жалобы, то мы назначаем и дополнительные обследования при необходимости. Это уже может быть вторым этапом диспансеризации. Там, например, вот при сниженном гемоглобине крови, когда остыния, усталость, немотивированная слабость, и выявляется сниженный гемоглобин у человека, это может быть и результатом онкологического заболевания, и каких-то гинекологических женских проблем. Ну, в общем, многое может определиться диспансеризацией именно. Мы, в общем-то, снимали не раз такие мероприятия, и последнюю диспансеризацию мы как раз тоже перед ее прохождением мы тоже снимали сюжет. Давайте мы его посмотрим, а потом уже продолжим, в том числе и расскажем, когда будет следующая диспансеризация. Да, конечно, конечно. Пенсионерка Любовь Григорьева за своим здоровьем следит регулярно, считает своевременные обследования верным способом продлить себе жизнь. А с появлением возможности проходить диспансеризацию, когда в один день можно обойти все необходимые кабинеты, посещать поликлинику ей стало приятнее. Ну, а как мы узнаем, что у нас болит, что у нас не болит, как мы проследим течение наших заболеваний, это обязательно нужно делать. Таких, как Любовь Алексеевна, немало. С начала года в Лидновской поликлинике диспансеризацию посетило более 700 человек. С недавних пор ее можно пройти еще и по субботам, что делает процедуру доступной и для работающих людей. А раз в месяц предусмотрен единый день, когда обследоваться разрешено всем желающим, даже вне зависимости от места регистрации, при наличии полиса и паспорта гражданина России. В этот день поликлиника будет работать в усиленном режиме, соответственно, можно пройти диспансеризацию в полном объеме за два часа. В ходе диспансеризации выявляются хронические неинфекционные заболевания и выявляются факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Диспансеризация нам нужна для того, чтобы убедиться в том, здоров ли человек или нездоров, и какие у него имеются отклонения, чтобы их предотвратить или, если это болезнь, на ранних стадиях начать лечение. Ближайший такой единый день диспансеризации состоится в эту субботу, 11 марта. С 8 утра и до часу дня можно сдать кровь на биохимический анализ, мочу, пройти флюорографию, ЭКГ, УЗИ брюшной полости и малого таза, маммографию, окоцитологическое исследование, проверить внутринглазное давление. Сейчас в районной поликлинике доступен и кабинет психотерапевта, который ведет прием по борьбе с курением. Людям, кто не может сам избавиться от пагубной привычки, помогает специалист. Мы беседуем о том, чтобы человек сам принял решение о том, что ему нужно бросить курить. И для этого приводятся определенные примеры, исходя из его образа жизни, из его режима труда, отдыха, сна. Как только эти моменты нарушаются, естественно, человек курит. Для того, чтобы заменить правильный образ жизни на неправильный образ жизни для того, чтобы, так сказать, якобы продлить себе работу, способности и так далее с помощью сигарет. И то, что это вредно, все это доказывается во время беседы. В случае выявления тех или иных заболеваний человека направляют на второй этап диспансеризации, где он уже проходит всех необходимых именно ему врачей. Специалисты советуют обследоваться регулярно для того, чтобы знать о своем организме все и прививать себе к культуру здоровья. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Итак, последняя диспансеризация была 11 марта. Или это такая крупная диспансеризация? Так, наверное, можно каждую субботу пройти, насколько я знаю. Значит, практически диспансеризация у нас проходит каждый день. Диспансеризацию можно пройти ежедневно. У нас есть специальный кабинет для прохождения диспансеризации 63-й, в который можно прийти ежедневно с 8 до 10 часов. Почему? Можно и в другое время. Но преимущество 8 до 10 часов утра, потому что в это время работают все службы. Забор крови в лаборатории преимущественно, потому что диспансеризация проводится на голодный желудок, и поэтому необходимо прийти с утра. И приносятся анализы, мочи сдаются до 10 часов. Это в простые будничные дни. А также диспансеризация проходит по субботам. Каждую субботу диспансеризация проводится также с 8 до 10 часов. Правильно вы заметили, что есть еще крупные единые дни диспансеризации. В нынешнем году они проходят ежемесячно. Последняя была 11 марта. В этот выходной, 8 апреля, у нас будет также единый день диспансеризации. Он будет проходить с 8 часов до 15. С 8 до 13 часов мы приглашаем всех жителей, не только Ленинского района, а всех лиц, имеющих паспорт и полис Российской Федерации, для прохождения диспансеризации. Это мероприятие бесплатное. Прикрепление к поликлинике не требуется. Проводится в рамках диспансеризации объема обследования, который предусматривает диспансеризация. И по окончанию, через промежуток времени, на руки выдаются результаты обследования с рекомендациями, которые выявлены отклонениями или, наоборот, неотклонениями, если отклонениями, то с рекомендациями, которые необходимо выполнить. Поэтому мы приглашаем всех жителей каждую субботу, кто не может в будние дни пройти диспансеризацию, либо в единые дни, когда поликлиника работает в усиленном режиме. С 8 до 13 идут заборы крови. Главное, чтобы только прийти на тащах. И заборы крови, и КГ. Короче, все службы до одной работают в усиленном режиме. У нас соблюдаются потоки. Достаточно стараемся, чтобы они не пересекались. И человек максимально быстро, в комфортных для себя условиях прошел диспансеризацию в выходные дни. Быстро – это сколько? Вот в 8 часов я пришла. Во сколько я освобожусь? Ведь в эти выходные у нас в субботу еще и субботник. Быстро – это в зависимости от возрастной группы. Вот, например, ваша возрастная группа пройдет ее быстрее, чем моя, скажем так. Потому что вот ваша возрастная группа предполагает объем обследования меньше, чем моя. УЗИ – это, конечно, дольше, сама процедура дольше, количество, которое подвергается этой процедуре, тоже больше. Поэтому, в общем-то, от часу можно завершить диспансеризацию, а то и быстрее, если совсем молодой человек. Ну, до двух, ну, в крайнем случае трех часов – это вот максимум три часа. То есть, если прийти к восьми, то в десяти управиться можно легко. Если что-то врачи обнаружили, как они об этом сообщат? Как я узнаю, что мне нужно продолжить? У нас проходит диспансеризация организованного и неорганизованного населения. Неорганизованное население идет, как бы, на прием к врачу обращается, и врач отправляет его на диспансеризацию. Также приглашаются, ну, путем смс-ок, вот, как мы в прессе, на телевидении, приходят самотеком лица, и, пройдя диспансеризацию, врач приглашает их, ну, прийти через неделю узнать результаты. Если какие-то отклонения, контактные все-таки данные людей есть, если, вот, например, что-то срочное выявляется, ну, к примеру, онкологии, скажем так, вот, которые, то мы, конечно, этих людей находим. У нас же есть и адреса, если даже телефон, к примеру, нет или недоступен, медсестры отправляются по адресам и вызывают. А насколько часто вообще вот какие-то такие вот неожиданные ситуации, когда проходит диспансеризация, у человека у него обнаруживается какое-либо заболевание, и какого направления, как скажем, что из организма чаще всего вот выявляется, какие заболевания? Мы вот с вами уже эту тему обсуждали, это и анемия может быть, и сахарный диабет впервые выявлены, и онкология бывает. То есть в любое, в общем-то, заболевание может быть. Если, например, люди проходят, как это, профилактические осмотры, это одно и то же, ну, в организации те же учителя, те же воспитатели, это одно и то же диспансеризация, или диспансеризацию все равно нужно еще пройти? Нет, вы имеете в виду, что работающие люди, они проходят периодический медосмотр ежегодно, предусмотренный программой, приказом 302-м, периодический осмотр в зависимости от вида деятельности. Это периодический медосмотр. Он предполагает медосмотр для определения профпригодности к занимаемой должности, это одно. То есть он предполагает, вот, например, если человек страдает бронхиальной астмой, и в то же время он работает, ну, к примеру, на табачной фабрике, ему противпоказана данная работа. То есть периодический медосмотр позволяет решить профпригодность человека. Диспансеризация, она направлена на выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, стремится их ликвидировать. И также, если они уже есть, наличие хронических неинфекционных заболеваний, то есть это несколько разные направления. Понятно. 8 апреля у нас диспансеризация, еще раз напоминаем нашим телезрителям, и у нас осталось буквально немножечко времени, чтобы ответить на вопросы, которые поступили. Людмила Васильевна, 70 лет, ей она спрашивает, клетчатка в сыром виде, полезна ли пожилым людям? По следам, так скажем, нашей беседы сегодняшней. Да. Значит, смотрите, Людмила Васильевна, так как уже, в общем-то, какими хроническими заболеваниями страдает, это необходимо знать для того, чтобы определить, полезна или не полезна для нее клетчатка в сыром виде. Есть ли у нее заболевания желудочного и кишечного тракта, какие? Как хронический гастрит, язвенная болезнь, опять же, тоже рефлюкс, азофагит. Опять же, вот, например, яблоки рекомендуется в печеном виде есть, чтобы кожура, это неполезная клетчатка, потому что она вызывает и вздутие живота, и другие отклонения. Опять же, мы определяем, если есть язвенная болезнь, я уже повторяюсь, то неполезна и капуста, та же простая, белокочанная, в любом виде, потому что она может привести к обострению заболевания. А так, в разумных, конечно, порциях, конечно, клетчатка полезна. Ну, какая, например, клетчатка? Как сельдерей, клетчатка, вы имеете в виду овощей, да, овощей? Наверное, овощи и фрукты. Потому что клетчатка, она содержится и вот в отрубе, в злаках, да, поэтому, конечно, полезна. Так, Татьяна Петровна говорит, а дышка, может ли она быть симптомом заболеваний желудочно-кишечного тракта? Нет. Покороче, да, вот, нет, не бывает таких симптомов. Дальше. Владимир Ломовицкий у меня ишемей, лежал в неврологии, а несколько лет назад начал работать в дневной стационар. Попал туда по рекомендации невролога, затем проходил каждые полгода дневной стационар, все по направлению терапевта. А теперь снова направляют к неврологу за направление. Зачем идти к нему, если я уже несколько лет посещаю дневной стационар? Ну, существуют такие положения, которые, в общем-то, придумывают не медработники, для того, чтобы попасть к узкому специалисту, но, опять же, определенным. Например, флор врачу, это более неотложное состояние, пациенты записываются сами. А такое положение, чтобы урегулировать потоки, к неврологу, например, к эндокринологу, необходимо по показаниям. То есть это не прихоть самого врача? Нет, соответственно, должен больной обратиться к терапевту для определения, необходима ли ему консультация того или иного узкого специалиста. Понятно. Спасибо вам большое. Время наше, к сожалению, стекло, хотя очень интересная тема, и у меня еще, по крайней мере, очень много вопросов. Спасибо вам большое. А я прощаюсь с вами. Всего самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok